МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К предыдущему празднику поговорим с министром спорта Чуваши Михаилом Багаратовым и заслуженным мастером спорта СССР, чемпионкой мира и Европы по спортивной ходьбе Аленой Ивановой. Здравствуйте. Добрый день. Ну что ж, Чуваши уже в седьмой раз принимают всероссийское первенство. Опыт у нас уже накоплен большой. Скажите, пожалуйста, 7 – это счастливое число для нашей республики? В пользу случаем вы решите поприветствовать всех любителей спорта, всех поклонников здорового образа жизни, которых немало в нашей республике. Что касаемо цифр 7, но она имеет такое астрологическое значение. Тоже, думаю, счастливое число. Не зря говорят, 7 раз отмерь, один раз отрежь. Думаю, вот этот сотый чемпионат будет то, что надо на высшем уровне. Ну вот чаще нас чемпионат России по легкой атлетике принимала только Тула. Вот 9 раз она принимала. Ни Казань, ни Москва, ни Санкт-Петербург даже рядом не стояли. Как вы считаете, вот за счет чего выигрывают чебоксары? Ну, во-первых, я считаю, что в чебоксарах очень большие традиции, которые заложены нашими великими спортсменами. Это первое. Стадион Олимпийский, это имеет такое всероссийское значение. Здесь прошли определенные реконструкции для улучшения всех показателей этого стадиона. Довольно-таки большой опыт у судейской коллегии. Ну, все условия для высоких результатов и для хорошего проведения этого чемпионата у нас в республике, я считаю, созданы. Какой вклад внесли в проведение такого рода соревнований в нашей республике наши чувашеские легкоатлеты, вот вы и другие наши спортсмены? Ну, конечно, у нас очень много легкоатлетов с мировыми именами. Это Валентина Егорова, олимпийская чемпионка, Елена Николаева, тоже олимпийская чемпионка. Также из бегуни Оли Егорова, чемпионка мира. У нас из молодых, скажем, Архипова, Тачьяна. Это уже двукратный бронзовый призер Олимпийских игр. Поэтому, думаю, их имена у всех на устах, думаю, это тоже немаловажную роль играет. У нас есть еще первый олимпиец, Ардальон Игнатьев. Все помнят, кто приезжает, все его сразу вспоминают. Он ассоциируется у нас с чувашскими спортсменами. Вот как вы считаете, какие факторы способствуют росту спортсмена именно в нашей республике? Ну, наверное, пример тоже немаловажную роль играет. Они на кого-то равняются, тоже хотят, скажем, стать чемпионами, олимпийскими чемпионами. Я думала, это пример. И у нас правительство, министерство делает тоже много для того, чтобы развивался спорт, развивалась физкультура. Приобщается с каждым годом больше и больше народа, чтобы они занимались, вели здоровый образ жизни. И самое немаловажное, у нас вот стадион отличный после реконструкции. Очень много физкультурно-спортивных комплексов, куда могут дети прийти, взрослые прийти заниматься. У нас есть все условия. Главное было бы желание спортсмена, ребенка. Ну, я думаю, желание у нас обязательно появится. А вот до старта чемпионата осталась, можно сказать, ровная неделя. Скажите, пожалуйста, на сколько процентов готова республика? Ну, республика у нас всегда готова принимать такие столь значимые соревнования. Как вы все прекрасно понимаете, мероприятия юбилейного значения накладывают на нас особую ответственность. Тем более сото-чемпионат, который мы в упорной борьбе выиграли у наших ближайших соседей-гостей. Это Татарстан, который тоже причиндовал на проведение этого мероприятия. И тем не менее, Федерация легкой атлетики России доверила нам это проведение. Перед чемпионатом России у нас здесь проводились всероссийские соревнования в память Ордальона Игнатьева. Как раз здесь проходила обкатка всего оборудования, всего инвентаря. И спортсмены сумели посоревноваться, и судейская коллегия обработала свои все рабочие моменты. Поэтому мы считаем, что мы репетицию во многом прошли здесь. Помимо стадиона, инфраструктуры, гостиницы, волонтеры, логистика транспортная, это уже все отработано? Да, с учетом того опыта, который у нас есть, проживание спортсменов уже обозначено. Буквально сегодня как раз наши представители совместно с сотрудниками МВД обследуют эти гостиничные места проживания спортсменов. Транспортная логистика тоже отработана и от аэропорта, и от ЖД до места проживания. И в дни соревнований от места проживания до буквально стадиона. В дополнение к сегодняшним мероприятиям у нас завершается строительство сектора для метания, который буквально здесь рядом находится. Это разминочный сектор для метания. Он уже будет в течение четырех дней готов. Что касаемо волонтеров, то волонтеры будут задействованы в количестве 180 человек, часть их будет задействована непосредственно на соревнованиях, часть из них будет прикреплена к участникам и гостям. И еще у нас 30 волонтеров, которые будут помощниками медицинских работников. В Чувашии соберутся более 700 именитых легкоатлетов. Это и Анжелика Сидорова, и Анна Чичерова, и Михаил Акименко. А вот как вы считаете, какие шансы на медали у наших, у чувашских спортсменов, и на какие дисциплины нужно в первую очередь делать ставки? Конечно, шансы у всех есть. Все хотят попасть в призы, выиграть. Ну, я думаю, что у Анжелики Сидоровой у нас большой шанс. Думаю, Катя Ишова выступит достойно. Но остальные, если обрадует, мы будем только рады. Есть такое суеверие, которому подвержены все спортсмены. Лучше не загадывать, но и правильно сказали, что мы надеемся на лучшие результаты. Теперь хотелось бы поговорить немножечко о неприятном, о ситуации с допингом. Скажите, пожалуйста, на какой сейчас стадии проводится работа? Что-то известно вообще на данный момент? То, что вот сообщение Русада, которое было и которое уже все стало известно, для нас явилось небольшим, такой неприятной неожиданностью, как вы сказали. Это была история июня 2017 года. У нас все спортсмены получили от Русада уведомление, на которое они ответили. И мы тоже свое пожелание Русада адресовали в писанном варианте, что мы в связи с тем, что это давно мероприятие было, про которое они обозначили, и то, что объем довольно-таки приличный, попросили отодвинуться рассмотрения этих вопросов на три месяца, чтобы хотя бы как-то определиться в этом плане. А так, я еще раз говорю, у нас в республике очень большой объем работы делали. Мы буквально после этого сообщения и брифинги собирали, и беседы с тренером, и беседы с спортсменами, и специалистов для консультации привлекали. Поэтому вот сейчас в таком положении находимся. А как так получилось? Все-таки какие-то вот известны хотя бы первые результаты? Ну, о результатах сейчас говорить рано, потому что это очень кропотливая работа на уровне адвокатов, на уровне профессионалов. Вот. Ну, определенный опыт есть у наших соседей там в Мордовии. Сейчас вот мы как-то такую информационную составляющую собираем, чтобы быть, как говорится, в готовности на 100% защищать наших спортсменов. То есть, кто виноват, сейчас сказать нельзя? Ну, я бы не хотел сейчас предварительно кого-то обвинять, потому что там есть много составляющих. Скажите, пожалуйста, насколько вот такая вот новость неприятна для спортсмена? Вот это же все-таки сильный удар. А как вообще спортсмену справляться вот с такой информацией, с такой вот новостью? Конечно, это очень большой удар по спортсменам. Все-таки некоторые готовились к ответственным стартам, продолжали тренироваться, и тут их отстранили от тренировочных мероприятий, запретили участвовать на соревнованиях. Конечно, мы их поддерживаем, ведем беседу, как можно, вот, скажем, ближе с ними общаемся. Конечно, мы их не бросим, трудную минуту поддержим. Я думаю, что у них все нормально будет, все разрешится. Как выйти из такого состояния? Вот вы в своей легкоатлетической карьере сталкивались вот с подобными ситуациями? Я нет. Слава богу. Да, поэтому, мне кажется, это от психологии спортсмена зависит. Я же говорю, тут совместная работа тренера, спортивная школа, чтобы поддержать, не оставить беды этого спортсмена. Ну, наверное, сейчас уже ничего не сделаешь, успокоиться и продолжать свое дело. Скажите, пожалуйста, какой толчок для развития этого вида спорта в нашем регионе дает проведение вот такого уровня соревнований? Ну, как мы уже сказали, соревнования это значимое. Оно значимое в нашей части как то, что будет определиться сильнейший по всем направлениям, по всем видам спорта. Ну, и считаю, для развития легкой атлетики в нашем регионе тоже будет большое значение иметь, потому что зрителями этого пиршества спортивного будут наши юные спортсмены. Они будут сидеть на трибунах, внимательно смотреть за лучшими и сильнейшими спортсменами и брать с них примеры, естественно. Многие будут у нас зрителями, а многие поработают в качестве волонтеров, которые близко пообщаются, может быть, за звездами. Думаю, это большой толчок для развития легкой атлетики. И родители придут, посмотрят. Может, благодаря этим стартам кто-то в легкую атлетику своих детей отправит. Седьмой раз уже проводится чемпионат России по легкой атлетике у нас в регионе. И вот в предыдущие разы, после проведения чемпионатов, наблюдалось ли какой-то всплеск прихода свежей крови, скажем так, в легкую атлетику? Может быть, бум в секции был какой-то легкой атлетический или не было? Я хочу сказать, что вот такие мероприятия, они в любом случае какой-то всплеск и привлекают наших молодых детишек к этому виду спорта. Примером тому является проведение чемпионата мира у нас в России. После проведения чемпионата мира буквально школа футбола была заполнена. И мы не то что надеемся, мы уверены, что и юные легкой атлеты тоже подтянутся в спортивные школы наши. Пожелаем удачи нашим спортсменам. Михаилу Викторовичу, Алина Петровна, большое вам спасибо за очень интересную беседу. Вам спасибо. Дорогие телезрители, напоминаю, юбилейный 100-й чемпионат России по легкой атлетике пройдет с 24 по 27 июля на стадионе Олимпийский. Захватывающая борьба, яркие эмоции и долгожданные победы. Приходите поддержать наших спортсменов и стать свидетелями новых рекордов. Это была передача по существу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова